Доброе утро, Скуфы! Да, Скуфы, всем привет, с вами Дилнас, и сегодня у нас альтошка для Скуфа. Да, я тоже докатилась до жизни такой, почему бы и нет, почему бы не пройти. Ещё один день. Где я, кто я? Как меня зовут? Меня? Да, ну давайте ник напишем, да? Я думаю, что ник... Нет, не вы. А, ну давайте по-русски напишем, Дилнас меня зовут, Дилнас. Кого ты пытаешься надуть? Все знают, что ты просто Скуф? Хорошо, сегодня я просто Скуф, такой Скуфиарст, я не знаю, какой день надо. Значит, надо развалиться на кресле, достать баночку чего-то пенного и радоваться Скуфской жизни. Ещё один день. Ещё один бессмысленный день. Дружище, хорош киснуть. Всё не может быть настолько плохо. Как я дошёл до того, что мой единственный собеседник – это мой внутренний голос? Я не знаю. И я не знаю. Да я солидарна с тобой полностью, давай. Хотя, впрочем, почему бы и нет? Да. Провести в постели весь день. Ну нет, с одной стороны, можно творить великие дела, а с другой стороны, можно пролежать действительно в постели весь день и забить на всё и всех. Ну давайте, давайте, ладно, давайте попробуем побороть свою лень. И мы из Скуфа будем пытаться превратиться в не Скуфа, давай. Конечно, нет. Легко и непринуждённо с грацией, которой позавидовала бы косуля, по крайней мере, тебе так кажется. Ты соскакиваешь с повидавшей видами, всё ещё добротной полутораспальной кровати. Бабах! Ты грозно и неуклюжно падаешь на пол, неудобно подвернув руку под свой мясистый живот. Но однако есть мясистый живот. Сука! Этот грохот, наверное, соседи на три этажа вниз слышали. Хватит дрыхнуть, тебя ждут великие дела. Какие? Окей, окей, уже встаю, товарищ начальник. Я не начальник, я твой лучший друг! Классная песня. А, и мы уже куда-то пошли. Хорошо, Смурной и Суны не найдя под кровать. И шелёпанцы, чёрт бы их побрал. Ты выходишь в коридор. Какого чёрта здесь так темно? Да что, что это у тебя всё с чертами связано? Чего ещё ты ждал? Что на самом дне человеческого существования всё будет ярко. Как в жаркий полдень из рассказа Рея Брэдбери. Ну, может быть. Заткнись, я не с тобой разговариваю. А со мной? А с кем тогда? Да. А с кем тогда? Сам с собой. Вот с кем. Так-то по факту внутренний голос, это и есть разговор сам с собой. И ты, получается, посылаешь сам себя, чтобы поговорить сам с собой. Классно, спасибо. Но ведь я и есть ты. Да. Заткнись, заткнись. Ты такой очень оригинальный, Скуф, однако. А вдруг во тьме нас ждут чудовища! И мы пойдём с ними сражаться. Что чудовища, альтушки, что ли? Которые только и мечтают, чтобы затянуть тебя вглубь своими склизкими щупальцами. Ты отвечай, альтушки. Это куча многоточий. Ты дурак. Нет. Это одно сплошное многоточие. Диалог занимает в твоей голове не более полутора секунд, а рука сама привычно нашаривает рельеф выключателя на обшарпанной стене. Включить свет? Ну да. Включи. А, нет, так нельзя. Надо мышкой. Хорошо. Включи свет. Теперь, когда фронт работы свящён, нам предстоит нелёгкий выбор. А почему у тебя всё зелёное? Куда мне отправиться дальше, дабы смахнуть остатки сна с моих нежных ресниц? Вау, прям такие нежные ресницы. Напоминающих обувную щётку? Цыц, здесь я делаю выбор. Данный мне столь щедро создателям. Это я и моя самооценка. Пойти в ванну и пойти в туалет. Ну смотрите, мы скуф, мы лежали, 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 лежали. С одной стороны можно пойти в туалет, правильно? С другой стороны, смотри, сколько мы лежали. Может быть, мы уже настолько потные, потные и беззаботные, что нам пора пойти в ванную на полном серёте. Не знаю. Но как будто бы это надо сделать поочерёдно. И логично было бы первым делом пойти в туалет. Ну давай сходи в туалет. Пойти в туалет. Что ещё? Может просраться в сортире? Ну для этого он и создан, представляешь? Ой, простите, ваше величество. Действительно. Посетить уборную, да. Так-то лучше. А, ну просто выражение не понравилось. Хорошо. Самый важный ритуал за день. Да это точно. И по совместительству самый приятный. Ты получил плюс два к здоровью и плюс три к харизме. Однако, если кто-то не помнит, зачитала достижения, которые мне дали за выбранный ответ «да». Правда? Было бы неплохо. Со здоровьем у меня как раз проблемы. Потому что ты лежишь и ничего не делаешь. Неправда. Чёрт. Кажется, все дела в коридоре мы закончили. Тьфу ты. Какие ещё дела могут быть в коридоре? У меня такой же вопрос, какие у тебя дела могут быть в коридоре, если ты вообще сидишь в туалете и не потому по... Ну, значит, зачем тебе коридор? Почему тебя волнует коридор в туалете? Ладно. Не хочу об этом думать. И я тоже. Пойти в ванную... Вот, я говорю, всё поочерёдно надо сделать. Грязная ванная встречает тебя с радостью похоронного служащего. Совершенно очевидно, что вы друг другу чужие, и ваши отношения в лучшем случае деловые. В лучшем токсичные созависимые. Так, ты не нравишься мне, а я не нравлюсь тебе, леди ванная комната. Давай решим это по-быстрому. Ну, давай. Все всё понимают. Да, все всё понимают. Давай. Мы взрослые люди. А разговариваешь с ванной комнатой? Да ты совсем с катушек слетел, дружище. Ну, смотрите, если внутренний голос, это же он сам, правильно? Значит, какая-то доля здравого смысла ещё осталась в нём. Не я, а мы. Ты же часть меня, разве забыл? Да. Так или иначе, ты уже в ванной почему бы не воспользовался благами цивилизации. Посмотреть в зеркало. Ну, это типа оценить ситуацию, да? Принять душ, почистить зубы. Да по-любому здесь всё хорошо. Я просто, знаете, почему боюсь выбирать вариант посмотреть в зеркало? Потому что я это расцениваю как оценка ситуации. Типа, посмотри в зеркало, насколько ты грязный, насколько ты там неухоженный, я не знаю. Насколько там у тебя проблемы с зубами, когда ты их чистила в последний раз. Но, не дай бог, я сейчас выберу посмотреть в зеркало. Он такой, я усталый, просто ливнёт с ванной, не кокущий. Ну, почисти зубы давай. В любом случае, это не повредит. Это надо делать ежедневно. Но ты с ужасом смотришь на то, что когда-то было зубной щёткой. А, ну, то есть, сейчас уже не похоже, да? Щетинки недостойны даже столь простого слова, не говоря уже о возвышенном предмет гигиены. Оторожь, как тонического чудовища выросла из стакана на твоём умывальнике. Ты протягиваешь руку, но тут уже в ужасе отдёргиваешь. Кажется, у нас кончилась зубная паста. А тебя только это смутило, да? А скоро кончатся и ваши здоровые зубы. Правильно, не ленитесь. Чистите зубы каждый день. Так или иначе, ты уже в ванной... А, ну опять, благами цивилизации. Ну, прими душ, давай. Горячую воду отключили. Классный выбор без выбора. Я не собираюсь унизительно бегать с тазиком, полным горячей воды. Так унизить, конечно. Кроме того, кипяток это опасно. Можно ошпарить, к примеру, паховую область. А это самое важное. Да у тебя она... Блин, скорее всего, ты и так, и так бегаешь, как ошпарин из своей паховой области. К тому же я уже мылся. Когда? Недавно. Три года назад. После дождичка в четверг. А помылся наш скувчек. А на работу мне только послезавтра. Хотя даже если бы и сегодня. Тебе просто похеру, да. Хорошо, поняла. Посадай в зеркало, давай. Сделай саму простой. Нет, точно нет. Ты что, у нас только все плохо? Откуда такая категоричность? Оно... Оно просто грязное. Там ничего не видно. А посадишь другую. Так протри его всего-то делов, а? Ну... Протерей, да. Зажав руки то, что когда-то называлось полотенце вафельное ГОСТ 110-27, ты производишь несколько характерных вращательных движений. Старое стекло приятно поскрипывает под волокнами ткани. Грязь отступает, давая зеркальные поверхности еще один шанс засиять. Конечно же, при наличии источника направленного света. Узли за шакал! Давай, пугай меня. Нет! Да я готова пугаться, давай. Я не хочу. Да давай, давай, я хочу, давай. Мне точно не понравится то, что я там увижу. Я же только проснулся и не хочу расстраиваться на весь день вперед. Ты все забудешь? Когда-то отражение в этом зеркале было словно репродукция картины эпохи Ренессанса. Так сделай себя таким, каким ты хочешь себя видеть. В чем проблема? Ну, одно из тех. На античную тематику. Но теперь чудовище живущее там может запросто выбраться наружу и убить нас всех. Так ничего тебе не мешает, кроме твоей лени, но лень все еще это что-то поправимое. Это то, с чем можно бороться. Это то, что можно перебороть соответственно и сделать себя супер-мега-красавчиком там. Взять, вести себя в порядок. В конце концов, обзавестись новой зубной щеткой, помыть себя, забив на то, что тазик выглядит якобы унизительно. Все, ты помылся, почистил зубы, привел свои волосы в порядок, привел там себя фигуркой, подкачался там, вот такой просто вот и все. Я у мамы самая красивая, ой, ну, я у мамы самая красивая понятия растяжимая, а вот у себя, самая себя. И ты такой, чиксы, я здесь. Не, правда, что тебе мешает сделать, стать лучшей версией себя? Кем ты хочешь? Ты здесь один? Хрипт твоей груди вот-вот сорвется на сдавленные рыдания, но помощь приходит оттуда, откуда ты вовсе ее не ждал. Тише, тише, дружище. Тебе нужна альтушка, да? Мы уже полная, ванная комната не лучшее место для тебя. Давай, пойдем куда-нибудь еще. Ты же так никогда не будешь работать носовой. Уго, зато здесь сейчас мы наедимся, да? Ты имел в виду отправиться на скуфню? Да, на скуфню. Нет, на кухню. Да не, на скуфню. Отправиться? Да ты у нас не иначе как знаменитый путешественник Фернан Магеллан. Да, это тот еще Фернан Магеллан, блин. Который отправился в плавание вокруг света. Да, вокруг стола, там, обогнув стол, пошел к холодильнику, взял что-нибудь вкусное. Собершил открытие в мире колбасы, я не знаю, и сделал себе бутерброд. Я не собираюсь никак это комментировать. Зато я собираюсь. Мы тут для этого и собрались все. Слишком много слов собрались, да? Кухня встречает тебя в привычном пейзаже. Не то чтобы ты хотел проводить здесь много времени, но будучи примерно половиной жилого пространства в типовой однокомнатной квартире, эти квадратные метры играют не последнюю роль в твоей жизни. Есть хочется. Так если поешь... Что у нас на завтрак? Ничего, ты не готовил, да? Внутренний голос подсказывает тебе, что лучше даже не соваться в холодильник. Муж повесился, да? Просто поверь. Кстати, внутренний голос, это я. Ты привык делить на 16 любое мнение и заявление этого назойливого наглеца в твоей голове. И поэтому ты открыл холодильник, да? А, но в этот раз почти ты почему-то склонен ему поверить. Быть может, все дело в том, что рецепторная память играет не последнюю роль в твоем теле. Страшные, невыносимые по своей мерзости запахи вспыхивают в твоем разуме. Ганиль, только глубокая ганиль, вызванная разве что разложением белковых форм жизни, может быть привычной такого уровня войны. Ну так вынеси это все, тебе даже мусор вынести лень. Пожалуй, ты прав. Твой взгляд скользит по... Общарп... Общарпан? Видавшему виды, но все еще старому доброму столу. Почему он не обшарпанный, а общарпанный? Остатки былого праздника. Да какой у тебя праздник на пицце? Интересно, есть ли пицца внутри коробки с пиццей? Хороший вопрос. То есть у тебя есть пицца, у тебя есть все, чтобы напиться, а на всякий случай алкоголь это зло. Я не рекомендую вам пить. Вообще не советую, не надо это делать, это плохо, это ужасно и отвратительно. Вот, да. Не делайте этого, ребятки. И валерьяночка, да, для пущей эффективности. Есть только один способ узнать об этом. Ну, открыть коробку, да-да. Давай. Коробка открывается с легким хрустом гофрокартона, и твоему взору предстоит он. Последний кусок. Вчерашний! Ну, вчерашний еще ладно. Ну, хоть он без холодильника стоял. Его величество, вчерашний кусок пиццы. Королевский завтрак. Спонсор Гастрита ТМ, да-да-да. Нас ждет вопрос по хлеще Гамлетовского. Жрать или не жрать? А греть? Нет, мы сделаем первые шаги в сторону отчеловечивания. Вот так скажем. Ну, мне почему-то кажется, что он где-то налажает, что-то случится, взорвется квартира, но давайте все равно пробовать. Величественно обращаясь, вчерашний кусок пиццы позволяет своим молекулам двигаться быстрее. Тем самым делай свою структуру горячее, а твою жизнь чуточку приятнее. День! Ну, приятного аппетита. Спасибо. Твои зубы вонзаются в упругу вчерашнюю хлебную плоть. Челюсти мерно двигаются, перемалывая нехитрую начинку. Если бы ты был в настольной ролевой игре, то это действие восстановило твои очки здоровья. Или дало заряд бодрости. Но ты не в настольной ролевой игре. Ты на кухне в России. Глодь. Глодь. Кусок камня падает на дно твоего желудка. Доброе утро, пищеварительный тракт. Здравствуйте. Приятно познакомиться. Надеюсь, ты доволен. Горячая штучка съешь подогретую пиццу. Закончен. Пора приступать к делам. А тебе хватило одного кусочка пиццы на завтрак? Да какие у тебя могут быть дела? Лежать на диване и выбирать льтушку, судя по названию, да? Скажи уж честно. Иду играть танки. Классика. Перейти в комнату. Перейти к танкам. Ну вот мы и дома. Ну и дома. А ты сейчас где был? На улице? Пропёрженный стол смиренно принимает на себя твою увесистую тушь. Рука привычно нащупывает кнопку запуска. Родной логотип компании, производящей программное обеспечение. Тёплый свет загрузочного экрана. И вот ты готов отправиться в лучший из миров. Танки. Танки, да. У него просто вот... Кто? Это типа стонет? Стонет? Короче, это какой-то торрент, наверное, так подозреваю, да? Компекс, сам, кардина, хром, естественно. Плеер, чтобы какие-то видосики создать. Это танки, конечно же. Танки! Привычным розчерком руки с зажатой в ней мышью ты подводишь курсор к столь милому сердцу ярлыкнув. Жми! Что-то не то. А что не то? Танки, танки, танки. Каждый день одни танки. Танки, танки, танки. А мне нужны лишь тянки. У меня там уже ранг мастера. Что дальше? Ну, гранд мастер. Катка за каткой. Куда ещё-то? Ну, так... Понимаешь, у тебя катка за каткой. Она такая просто, чтобы катка за каткой за каткой за каткой. И каткой погоняя. Ещё катка сверху. И, ну, как бы там, понимаете, вот эти вот... Отсылки, конечно, на наши игры с различными моими тиммейтами. Но ещё эти всякие ультра-ластецкие катки. За которыми потом гипер-мега-супер-дупер-ультра-ластецкие катки. Понимаешь, там ещё столько каток не переиграно. Мля, как же скучно. Таких... Нет, ничего. Танки гонять в одной и той же карте. Это что-то так весело. Это так расслабляет. Твой разум затуманивает сигнал откуда-то снизу. Расслабившись в тепле и уюте привычной берлогии, ты чувствуешь странный позыв, звучащий даже не у тебя в мозгу, но в крови. Тяночку бы, вот... Не забывай про танки! Да, подожди, я говорю, какие танки, когда есть тянки? Да, они даруют тебе привычное спокойствие, обыденность. Я же говорю, спокойствие чувствую. Жми! Ты берёшь себя в руки и наводишь курсор на заветную иконку. Запустить танки скучно. Скучно. Скучно! Да. Точно. Кстати, а другие скуфы тоже знают, что они скуфы? Интересное размышление. Конечно. Даже есть сервис такой государственный. Скуф услуги. Ты, должно быть, издеваешься. Прикалываешься надо мной. Да нет, смотри сам. Пара кликов на мониторе и волшебство широкополосного соединения переносит тебя в бескрайний океан интернета. На экране загорается логотип, а после прогружается весь сайт полностью. Вот это да! Ты не врал. Однако. Услуги, документы, заявления, потяжи, помощь, войти. А здесь проблемы с входом есть или нет? Ведомство. Кто? Квадраты? Квадраты, земля, дом, штрафы, налоги, регистрация, паспорт. Изгнание. Лярвы? Что это такое? Я не знаю. Семья, транспорт, права, пенсии, пособия, справки, выписки, здоровье, популярные услуги. Выбор быть или не быть скупом. Лаги в продаже. Конкурсы и проекты для юных скуфов. Регистрация ТС. Запись КВД. Свой счет с ЦКФ. Загранпаспорт. Танки. Ведомление путешествия. Это ура! В скуфе это официально. Заявление. Подача заявления. Заменяя общегоражданского паспорта. Новости. Решайте вопросы в официальном части Дома скуф услуги. Подтверждение расторжения брака. Портал скуф услуг. Однако, первое, это уже у нас 3 января. Ну вот это, конечно, да. В феврале уже ты мог решать вопросы. И тут в марте заявление о замене паспорта. Неплохо живешь для скуфа. Ага. Между прочим, очень удобно. Пиндосов такого нет. Можно получить справки, выпуски, проверить штрафы. Так, подожди. Твой взгляд внезапно падает на баннер, который ты раньше не видел. Твое сердце начинает биться чаще, словно карбюратор. Хорошо смазанный ладой 2104. Переполучи свою альтушку за сейчас. Я уже вижу этот баннер. Классическая машина, лучшая в серии. Альтушка? Это же Тяночка, верно? Которая, как ее? Год, Эмма. Да, да, да. А, неважно. Да, она самая. Бесили меня всегда эти альтушки. И поэтому ты ее возьмешь, да? Как вижу такую, так сразу хочется. Но вы понимаете. Хочется такую поняшить под предиком. При этом понимаю, что такой девчонке навряд ли понравится 40-летний мужик. Да. К тому же жир обычного телосложения. Жир обычного телосложения. Даже не ты обычного телосложения. А, ну а, ты имел... У жира есть телосложение. Да, Настя, молодец. Но я поняла, да, что ты имел в виду. С короткой стрижкой. Пухленько. Ну и что с короткой стрижкой, нормально? Дабы не получать урону самолюбию, я предпочитаю при встрече с такими не заявлять о себе. Даже если лысый. Многим это нравится просто. Вот это дело вкуса. Это неплохо, это не некрасиво, не страшно, ничего. Но это просто дело вкуса. Кому-то нравится, кому-то нет. И от этого обешусь еще больше. Эх, если бы такая девчонка полюбила меня просто так. Конечно, за душу твою. Не за деньги, красоту, ум или чувство юмора, а просто так. Да у тебя нет ничего. Сладостная пелена застылает твой взор, эфирные грезы затмевают твой разум. Ты резко встряхиваешь голову, чтобы сбросить с себя наваждение. Так, какой у меня там пароль от Суфа-Суфа? Все, г-г-г-г-г-г. Попытаться залогиниться с паролем, я не помню. Пароль Собаки Стан. Что? Я хочу... Трахать кого? Верай-верай-верай. Чуть знакомь. Скуф-69. А ну добавляем. Неверный пароль. Попробуйте еще раз, уважаемый скуф. Ну давайте все перепробуем. Скуф-69. Неверный пароль Попробуйте еще раз, уважаемый скуф Ну да-да-да Мне удается войти, жаль Сабакистан Ну, естественно Я не помню пароль Давай Какой же там пароль? Зачем я убрал этот стикер с монитора? Да-да-да Дружище, не кипятись Это такое канон еще у многих Но не у меня, у меня нету никаких стикеров На обоих мониторах Но вот Для многих это прям такая Жизища, то есть заходишь К кому-нибудь там И видишь, ну пока вот у нас вот Классический желтый стикер Ничего в этом плохого нет Но почему бы и нет? Это удобно Может я помогу тебе покопаться В глубинах подсознания? Ну помоги, сразу бы помог Согласиться на помощь Еще внутреннего голоса Завистывает резерва разума Да, пожалуйста Окей, терять уже нечего Ты закрываешь глаза Ты ныряешь в океан собственных мыслей Путешествуя по складу памяти Я так пытаюсь Все пароли вспомнить Здесь не очень опрятно И много всякого хлама Что это тут? Детские травмы Идем мимо Дальше Воспоминания о сексе После клуба в 20 лет На заднем сидении Машины Сладко, но не то Что нам сейчас нужно Пробираясь между Видите, даже был Пробираясь между Ночных кошмаров И просроченных кредиток Среди кип и бумаг Ты обнаружил Что самый мемо-стикер Желтая фактура Наклейки Призывно колышется В темноте Небрежно написано Шариковой ручкой Цифра Буквенная комбинация Вспыхивает огнем КВ Ну конечно же КВРТ 1, 2, 3, 4, 5 Ну конечно О да Ха-ха-ха Ты открываешь глаза И возвращаешься В привычную реальность Дрожащими руками Используя лишь указательно Используя лишь указательно пальцы Ты вбиваешь пароль На старой механической клавиатуре Вот оно Долгожданное окно загрузки Скуф услуги Сейчас Откроется Портал Работает в преднем режиме Подождите Получилось И Помучилось В прежнем режиме Че случилось Почему на этом Заостряют внимание Тот же вопрос Ну ладно Так В каком разделе Тут у них альтушки Так Ну мы Видимо Зарегались Как скуф Судя по Значку Ну Тут здесь в каком разделе Просто сюда На баннер жми Ну и перейдешь Скорее Пока всех не разобрали Да-да-да Так В каком они могут быть разделе Ну ты прям хочешь найти Ну семья Наверное Сука Сделали бы Большую кнопку На главной А чем тебе Баннер не устраивает Это же самое важное Что тут вообще есть Или он не кликабельный Штрафы и налоги Кому вообще Это нужно Ты решаешь поискать Альтушек В одном из разделов Сайта Натализование Действия Ну бред Семья Вполне возможно Да Помощь семье Да-да-да-да-да Так Едино пособие на детей Регистрация Отцов Что ли И распоряжение Материнским капиталом Нашли услугу Ваша проблема Спасибо Если Альтушка Окажется достойной Порядочной Образованной И воспитанной Девушкой Почему бы Не создать С ней семью Ну да Так что тут у нас Статус Многодетной семьи Надеюсь Это никогда Не случится Материнский капитал Тоже звучит Максимально Несексуально Регистрация Брака Хотелось бы Но пока рано Похоже Тут тоже Нет Альтушек Какого черта Почему я просто Не кликнул По баннеру Да Вот у меня тот же вопрос Там же можно было Кликнуть по баннеру Так вернись На главную Уже не помню На главную вернись Ну не пенсии же Образование и дети Образование и дети Да усмеетесь что ли Показать все Битва роботов Я это не придумал Запись В организации Спортивной подготовки Школьное портфеле Запись В кружке Секции Подтверждение Иностранных документов Об образовании Нас интересуют Только альтушки Восемнадцати лет И старше Правильно Правильно Ну мало ли И по взаимному Согласию Да Обязательно 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 Или хотя бы По одностороннему Согласию с государством. Даже заходить в этот раздел не буду. Так, я не знаю. Пособие за них, типа, платье. Ну, давайте здоровье, пофигу. Ментальное. Здоровье? Ну, навряд ли. Ну, давай посмотрим. Смотри, реально. Получить свою литушку. Однако. Типское прохождение игры с Ралкер. Обязательно. Запись на ежегодную скуфизацию. Получить сертификат скуфа. Получить свою литушку. Спецстраховки, больничные, запись к врачам. И альтушка. Откуда там альтушки? Альтушки. А ты знаешь, что публичные дома и в Японии часто называют салонами здоровья? Откуда ты это знаешь? Это не я знаю. Это ты знаешь. Открыв раздел, ты привыкешься, скользишь взором по боковой панели. Запись на прием к врачу, вызов врача на дом, прикрепление к поликлинике, управление полисом, Рима, штук. Обычно скучная больничная бюрократия. Как вдруг твое лицо озаряется светом о радости и счастливой находке. В разделе «Популярные» рядом с жирными кнопками «Медицинские документы» и «Электронный больничный лист» скромно пристроилась кнопка «Государственная программа» от доступных «Альтушек». Обливаясь потом и чувствуя, как дрожат твои руки, ты ни секунды больше не сомневаясь, немедленно жмешь на кнопку. Ооо, вот это шведский стол. Какая тебе больше нравится? А мне разноцветная. Так, втайне ты всегда мечтала о готической худой тяночке с тонкими руками и синенькими глазами. В тонких капроновых чулышках с пентаграммами. И ключицами такими тонкими, что, кажется, о них можно порезаться. Да чего уж тут? Каждая втайне мечтала о такой хоть раз. Нет. Розовенькая тоже очень милая. Сейчас мы будем выбирать, да? Я не хочу выбирать. Мне хочется все посмотреть. Готесса мне просто очень нравится внешне, как она выглядит. А так, мне кажется, по характеру мне будет ближе оранжевенькая, а розовенькая просто миленькая. И на нее было бы интересно посмотреть. Я не знаю. Ну, если что, если что, в целом может пройти на все концовки. Ты сразу же представляешь, как это нежное создание появляется на пороге твоей квартиры. Ну, кстати, реально тоже мило. Может ее выбрать. Для прилагающей тапочки она отказывается своими маленькими ножками, обтянутыми белоснежными нейлоновыми колготками, ступает по твоему грязному полу. Переступает порог твоей спальни, а робка садится на крайне заправленной кровати. От одной мысли об этом по твоему телу пробегает дрожь, словно тебя ударило током. Ух! Да уж, действительно, ух! Ладно, а что насчет третий? Она какая-то безумная. Я тебе так скажу, дружище. От таких бежать без оглядки надо. С одной стороны, да. Она выглядит совершенно сумасшедшей. Ну, не сказала бы, что сумасшедшая. А с другой, только подумай, что она может вытворять в постели. Выглядит так, как будто она высосет из меня все соки. Оставит лежать без сил. И мне это понравится. Ух, какой сложный выбор. Нужно узнать больше. А как ты из них... Да, 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 да. Так хотя бы, хоть как-то мы его выберем. Точно. Давай узнай про Настю. Это нежненько. Нежненько, да. Понятно, там по порядку. Розовая альтушка. Умел сочетать белый и розовый в одежде. Если точнее, только белый и розовый. Никогда не выходит из дома, не надев гольфики декалию. А не надев гольфики декалию. Характер поклассистый, изговорчивый. Ну, не я, это не я. Прекрасная хозяйка. В топовую комплектацию входит розовое кожуное белье, пижамы кигуроми в виде розовой жарки. Такую пижамку! Я бы пожамкал! Ага. Ну, давай про Ксюшу. Ксюша. Черная альтушка. В стиле преимущественно использует элементы готика и эмо-стиля. Dead Inside не очень любит общаться с людьми. Характер спорный, очень замкнутая, но верная версия. Лучше всего ее личность отражает ее татуировки. В топовой комплектации поставляется с множественным пирсингом и корсетом. про Алису. Алиса. Разноцветная альтушка. Всерканная непредсказуемая личность, свой гардероб строит на несочетаемых казалось бы на первый взгляд вещах, уважает клоун-кор. В топовую комплектацию входит грим и сексуальное жабо. послушной послушной кошка с длиной конечно не станет, но точно скрасит ваш нехитрый быт, ведь. Эй! Эй! Я вообще-то здесь! Да? Что значит скрасит ваш нехитрый быт? Как будто я какая-то вещь. Че? Вот так номер! Угу. Она со мной говорит? Или это просто какая-то фича с сайта? С тобой? С кем же еще? И смотри в глаза, когда с тобой девушка разговаривает. А я куда на сиськи смотрю? А глаза мои выше. Ты не смотришь на твои сиськи? Ничего себе! У Насти он побольше. Хм. Ничего не понимаю. Девочки! Он не понимает! Алиса, чего ты опять разоралась? Да вот, пришел еще клоун один нас выбирать. А. Ну ок. Надо тогда еще Настю позвать, все равно захочет всех посмотреть. Где она? Не знаю. Может быть, опять залипла на вкладке прочее. В разделе получения разрешения на хранение и ношение оружия. В Настях загадка есть такая, знаете, тайна, которая не всем доступна. Ладно, на самом деле. Ну понятно, что в тихом уме сидит. Там только ты торчишь. Причем постоянно. Не постоянно. Просто время от времени. Чего у вас тут? О, как раз тебя вспоминали. Чего хотели? Мы вообще-то ничего. Особенно я. Тут еще один скуп хочет себе альтушку. Понятно. Ну что за лип? Задавай вопросы. Какие еще вопросы? Ну, ты же хочешь получить доступную альтушку по госпрограмме. Да. Было бы неплохо. Да. Значит, тебе нужно выбрать одну из нас. А это очень сложный выбор. Солидарно. А самое главное необратимый. Словно сама смерть. Она имеет в виду, что это важный поворот в твоей жизни. Конечно. Чтобы лучше понять, какая альтушка подходит тебе лучше всего, ты можешь задать три вопроса. Всего три? Не всего, а целых. Ты готов? Каким будет твой первый вопрос? Вопрос. Если честно, я даже не думал, что я просто я же Ты выглядишь глупо. Скажи первое, что придет в голову. Не, не надо. Нет, нет, нет. А если я не хочу? Какие парни тебе нравятся? Кому он обращается? Ладно, буду считать, что ко мне. Мне нравятся крепкие и уверенные в себе мужчины. Стабильные и серьезные, целеустремленные, чтобы хорошо знали историю, особенно настоящую, про Гиперборею, Атлантиду и Древний Рим. А не ту, которую нам вдалбливали в голову просто для того, чтобы мы сдали ЕГЭ. Фу. Короче, хочу просто нормального мужика, чтобы любил меня и никуда не отпускал. Мы тебе не подойдем. Как думаешь, ты нормальный мужик? Вполне себе. А я... А я хочу себе современного парня, который не стесняется платить в ресторане пополам. Хочу повстречать романтика, который не водит девушку по дешевым кафе, а может, часами гулять по парку. Это так здорово и к тому же бесплатно. Ну, кстати, она... Доля, правда, есть, Настюх. Красава. И вообще, мне так надоели все эти глупые тощие мальчики. Хочу стабильного и крепкого мужчины, чтобы было за что подержаться. Наш вариант. Чтобы засыпать таким в обнимку, как с гигантским пляшевым медвежонком. Да точно. Ой, я бы с тобой тоже заснул. Лучше послушай меня. Ну, давай, давай. Надеюсь, ты не будешь судить меня строго. Ну, давай. Многие считают, что я настоящий извращенка. Но мне нравятся мужчины постарше. Может быть, это потому, что когда я была маленькой, мой отец... Тихо, 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 когда ты была маленькой, твой отец тебя очень любил и уважал. Он о тебе заботился и тебя воспитывал. Ты это хотела сказать сто процентов. Что это я говорю? В общем, я тоже хочу заняться сексом с толстяком. Ой, опять не то. Ой, опять не то. Я хотела сказать, хочу укрываться твоим животом словно кожаным одеялом. Стало еще хуже. Следующий вопрос, пожалуйста. Ну, Настюха, адекватнее, но Алиска как будто бы прямо для нашего скупы создана. Ну, типа, он озабоченный, она озабоченная. Это просто такая парочка озабоченная, которые ни о чем больше не думают. Следующий вопрос уже? Спасибо, хобби. Ну, давай, давай. А тебе нравятся видеоигры? Если да, то какие? Кому тебе? Очень хороший вопрос, гражданин Скуф. Отвечу на него по порядку, твердо и четко. Мне не нравятся игры, за которые нужно платить много денег. К тому же, их выпускают с кучи багов. Разработчики совсем офигели. Нудная ты, нудная, душная, не, не, не надо. Хотят, чтобы мы обновляли железо каждый год уже. А если играть на приставке, то картинка мыльная. Нет уж, спасибо. Есть крепкие, проверенные временем игры, если ты понимаешь, о чем я. Игры, которые требуют определенного вложения времени и денег, но взамен щедро вознаграждающие тебя заслуженной победой. Время, которое ты проводишь в таких играх, твое и только твое. Ты чувствуешь в них себя настоящим бойцом, настоящим победителем. Так, танк, что ли? Мы понимаем друг друга. О, да, мы очень хорошо друг друга понимаем. Скорее, покажи свой самый лучший танк. Погоди, надо выслушать остальных. Да. Ой, знаешь, видеоигры, это весело, но я не очень хороша в них. Но мне они очень нравятся. Обычно я смотрю стримы или записи прохождения. Вот понашлся человек, который разрешил бы мне смотреть, как играет сам. Смотри, я здесь. Я бы приходила посидеть рядом с тобой, приносила бы тебе холодненького пивка. Ммм, заманчиво. Я бы сидела тихо-тихо, ты не подумай. Я, конечно, пиво не люблю и не пью. Ну, заманчиво. Когда нужно, я умею быть незаметной. Нужно, нужно думать, как скуф. Мы выбираем для скуфа, не для себя же. Тем более, тем более, ты не мальчик, чтобы я тебя выбирала. Но мы же вот от лица скуфа. Ох, я бы показал тебе, что я умею. И у видеоиграх тоже. Да, да. Ага, мне нравятся особенные видеоигры. Ахинтай, да. Очень редкие, очень специфичные. Ты, скорее всего, о таких и не слышал. Ведь если бы слышал, ты уже посидел в тюрьме. А ты че? А ты, почему здесь? А, я шучу, шучу. Хотя, что плохого, если кому-то нравятся игры, в которых людям причиняют боль? Типа, яндерсимулятора? Вообще, во многих играх причиняют боль и наносят увечья, если подумать. Просто, где-то это мультяшное насилие, где-то это обосновано сюжетом, а где-то ты об этом даже не задумываешься. Кто-то скажет, что зомби и роботы не чувствуют боли. А мне кажется, что даже пешки в шахматах я чувствуют. По крайней мере, я на это надеюсь. Я чувствую, я Настюху выберу. Блин, я хотела выбрать Алису, но что-то как-то она совсем прям... Снова шучу. Да не верим. Я ответила на твой вопрос? Кстати, а какой был вопрос? Типичная Алиса. Да. У тебя остался один вопрос. Спроси о том, что действительно... Не упусти свой шанс! Он его упустит. Спроси про то, что и правда тебя волнует. Давай. Ну, так сразу нельзя, наверное. Мы же только познакомились. Какая ты в сексе, да? Ну, раз уж такое и дело, другого шанса у меня может и не быть. Сто процентов про секс просит. Вот сто процентов. Скажи, ты хотела бы поняшиться со мной под пледиком? Вопрос про секс. Я же сказала, да? Заткнись, ты меня позоришь. Секс! 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 Ты любишь секс, 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 любишь лист и любишь танц. Ну да, сейчас буду. Иду сюда. Я не это имел в виду. Я отвечу первый. Согласно пункту 14.5 пользовательского соглашения сервиса скуф-услуги, выбранная альтушка обязуется предоставлять вышеозначенному скуфу весь спектр сервисов, в том числе и совместное пребывание в локации формата постель, кровать, раскладушка. Так, ну да. Также совместно накрытое обрезом шерстяной тканей уровня плед. Иными словами, мой ответ да. Няшица не самое подходящее слово, как мне кажется. Но я совершенно точно уверена, что для скуфа, который меня выберет, я буду готова практически на все. А по праздникам вообще на все. обожаю няшиться под пледиком. Только черт, давай сразу договоримся. Если ты хочешь няшить, то готов быть и отняшен сам. Мы поняли друг друга? Хе-хе-хе. Пора сделать выбор. Как же сложно. Ты понимаешь, что это в вас замуж самый сложный выбор в твоей жизни. Но в то же время и самый важный. Сегодняшний день, разделенный на до и после, ты собираешь расползающиеся во все стороны мысли в кулак. Ну, по крайней мере, пытаешься. Слышай! Какой альтушка-то? Так, долго подумав, кого бы можно в целом выбрать, я решила, что это будет Настя. Давайте, Настя. Я выбираю Настю. Да, так точно. Милый, я так рада, что ты выбрал меня. Розовый хит сезона, да, спасибо за достижение. Ничего, что мы сразу перейдем на ты. Да, в принципе, ничего. Мы же скоро станем так близки. Наверное. Ты смотришь на это ангельское создание и не можешь поверить своему счастью. Очень скоро ты сможешь вдохнуть аромат ее волос. Просто потому, что ты гражданин своей страны, не благодаря деньгам, внешности и ее уму, а просто по праву рождения. Сладкий, правда, есть еще одна маленькая формальность. Какая? Для завершения процедуры оформления заявки тебе нужно заполнить некоторые документы. Хорошо. Что? Какие еще документы? Я просто хочу получить свою альту. Я же уже злогинец, что еще нужно? Сладкий, ну не кипятись. Заполним пару скучных документов и сможем воссоединиться навсегда. Хорошо. Поверь, я и сама не могу дождаться. Я помогу тебе и сделаю это максимально комфортно. Давай. Поверь, я это умею. Давай, давай. Свет отражается от экрана монитора, бликуя на ее глазах. Она подмигнула тебе? Или это просто игра света? Какая разница? О, какая она милая. А зубы сводит. Окей, окей, что нужно заполнить? Очень хорошо. Давай начнем скорее. Немножко скучной бюрократии и каждый из нас получит то, что заслужил. ты свою альтушку, а я... Впрочем, об этом пока еще рано. Ну, может, и не так уж и рано. Ведь для начала работы мне нужно твое разрешение на использование персональных данных. Конечно, давай. Можно? Пожалуйста, пожалуйста. Да. Как-то много она хочет. Тебе не кажется? Нет, не кажется. Ну, как бы... Это программа. Вероятно, конечно, нас ждет что-то плохое, но в целом-то это программа, как бы... соглашение нужно. Вроде бы это стандартная процедура. Да-да-да, и я об этом же. Тогда или нет? Да. Да, конечно, дорогая. Ну, может, типа, помнемся? Давайте помнемся, посмотрим, что она скажет. А что тебя смущает? Ну, не знаю, мало ли ты данные украдешь. Понимаю сейчас столько мошенников, которые воруют персональные данные. Да-да-да. Например, я слышала, что другие артисты, Ксюша и Алиса, сливают данные мошенникам. Или еще чего, похуже. А ты не такая. Так что я прекрасно понимаю твои сомнения. Не буду тебя торопить. Подумай. Твои мысли путаются, и ты несколько секунд думаешь над ответом. Ты сосредоточенно смотришь на грязную кружку на столе. Трудно сказать, как давно она здесь. Хотя нет, не так уж и трудно. Она здесь очень давно. Настолько давно, что проросла маханатая зеленая плесень. Это плесень 3. Спасибо. Ты знаешь, что это неправда, но все равно немного обидно. Ты возвращаешься в реальность. Ну, в принципе, она права. Это же государственный сайт. Здесь все должно быть чисто. Не выдают же они альтушек всем подряд. Конечно. Девка, дело говорит. Получается, ты даешь согласие на доступ к твоим персональным данным? Да. Выходит, что так. предоставить доступ к персональным данным? С какого раздела скуф-услуг мы начнем? Ну, я думаю, что эту анкетку мы заполним уже в следующей серии. А пока что заглядывайте в описание. Там есть ссылка на пыли со всеми сериями альтушки для скуфа. И подобные ссылки на различные игры есть под каждым роликом. Обязательно заглядывайте, смотрите. И не забывайте про четыре простых действия. Это поставить лайк, написать комментарий, подписаться и нажать колокольчик. Ну, а с вами была Дила Нос. Я вас всех люблю. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok